Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к третьей главе первого послания апостолу Павла к Тимофею. В третьей главе апостол обращается к важной теме внутриобщинных христианских служений. В это время не так просто сказать что-то определенное о структуре христианских общин. Более или менее мы представляем себе, что общины были малочисленными. Да, но насколько малочисленными? Одно дело там 20 человек, и другое дело 100 человек. Все же историки церкви склоняются больше к тому, что порядок цифр скорее ближе к 20, чем к 100. Может быть, в крупных городах, которых было не так много, действительно общины могли насчитывать там несколько десятков, сотню крестьян. Но далеко не везде. А в малых сельских общинах, которые часто были ответвлением, подразделением, частью большой общины в некотором там крупном центральном городе, там могло быть и еще меньше людей. И вот, тем не менее, в этих общинах существовали вполне определенные служения, направленные на поддержание жизни этой христианской общины, на организацию этой жизни. Во-первых, были люди, которые назывались старейшинами. Трудно сказать, до какой степени возраст реально был основанием для такого названия. Скорее, это была дань аналогии с социальным устройством муниципальных общин. Тем не менее, вот, старейшины или по-гречески пресвитеры. По некоторым независимым от нас причинам, это слово вошло в современные языки, в русский, в том числе без перевода, и превратилось в некоторое строго иерархическое определение. В те же времена, конечно, это не было вполне иерархическим названием, так сказать. Обычно в христианской общине того времени пресвитеров было несколько, функции их были самыми разными, но в первую очередь, по-видимому, две. Это совершение преломления хлеба, таинство преломления хлеба, и учение, учение, проповедь Евангелия, разъяснение Евангелия. Вот такие вещи. Но, помимо этого, еще существовала одна важная сфера, в которой тоже была чрезвычайно велика роль пресвитеров. Дело в том, что христианам ведь надо было где-то собираться, и для этого нужны были помещения, в которые могло бы поместиться хотя бы 20, 30, 40 человек. Я уж не говорю о сотне, что совсем непросто. Никаких специальных зданий тогда не было, и никаких возможностей обзавестись такими помещениями или арендовать их не было. Поэтому, по большей части, в качестве пресвитеров, то есть лидеров общины, избирались люди, которые обладали достаточно большими домами, где были достаточно большие комнаты, помещения, где можно было собирать христиан. Ну, потому что, если попытаться, понимаете, затолкать 20 человек в 5-метровую кухню в хрущобе, это будет не очень хорошо, и в христианской учении проповедь Евангелия в таких обстоятельствах будет, мягко говоря, затруднительно. Ну вот. Ну и, соответственно, те люди, которые могли себе это позволить, у которых было подобного рода помещение, вот они организовывали собрание христиан. Павел в этом послании пишет, что этого, строго говоря, недостаточно для пресвитерского статуса. Но, кроме этого, поскольку христиане все время, пока это было возможно, существовали в каком-то таком полулегальном статусе, то ли как погребальная коллегия, то ли еще каким-то образом, пытаясь, так сказать, зарегистрироваться в тогдашнем Минюсте, потому что там все было очень узнаваемо на самом деле, и все, кто считались незаконными, недозволенными, неодобренными властями религиозными течениями, все, значит, вот обвинялись в экстремизме, в измене Родине, в нелояльности императору и подвергались суровым и кровавым преследованиям. Поэтому, если вот существует некая группа людей, христиане, которые в данный момент не подвергаются централизованным гонениям по велению императора, они как-то видны властям, они собираются, и вообще говоря, эти их собрания невозможно совсем уж утаить. Да, чаще всего римским властям нужен был человек, который будет полномочным представителем этой общины, кому можно было бы предъявлять претензии или обращать запросы, или направлять требования, или, наоборот, запрашивать каких-то ответов на вопросы и так далее. То есть тот, кто будет представлять эту общину перед лицом римских властей. Должность иногда очень ответственная, а иногда очень опасная. Должность, которая к тому же подразумевала, скажем, иной раз и ответственность за проступки, скажем, за неуплату налогов, за какие-то неправильности в отношениях между рабами и хозяевами и так далее. Таким образом, вот этот человек, который получил по-гречески название «наблюдающий сверху» «блюститель» или «епископ». Вот он, это повторю, было служение сколь ответственное, столь и небезопасное. Ну и кроме того, историки свидетельствуют, что в те времена, как правило, старались поставить на это служение «блюстителей» по возможности людей состоятельных. Во-первых, им не надо платить зарплату, у них есть свои деньги. Да, что само по себе очень важно и поучительно. А кроме того, обычно у таких людей есть свой дом, в конце концов, в котором они могут делать, что хотят и собирать, кого хотят. И в этом доме часто присутствовало достаточно большое помещение. И за этот дом надо было платить имущественные налоги и так далее. Ну вот, и апостол собственно в этой части послания, в начале третьей главы, говорит о тех, кто хочет занять эту должность, хочет стать епископом. Говоря, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть вот этот лидер из коллегии пресвитеров, тот из пресвитеров, который берется, который хочет быть таким представителем общины вовне, отвечать за ее интересы и отвечать по претензиям окружающего мира к христианской общине. Вот этот человек на самом деле ничего плохого не хочет. Это хорошо, говорит апостол. Кто желает епископ, кто желает доброго дела. Это надо. Кто-то должен на себя это брать. Вот что, собственно, имеет в виду апостол Павел. Поэтому, если кто-то берет это на себя добровольно, это хорошо. Вообще говоря, иногда историки берутся утверждать, что подобное выражение в устах апостола Павла может означать, что далеко не всегда эту должность занимали люди добровольно. Скорее, это было приговором общины. Поэтому так странно было, что этого может кто-то хотеть. Понимаете, апостол ведь именно в этой интонации говорит, если кто-то этого хочет, это не странно и ненормально, как вы думаете, а это хорошо. В большинстве случаев, скорее всего, так и было. Собиралась коллегия пресс-фитеров и говорили, ну вот деваться некуда, будешь ты этим самым блестителем. Избранный человек говорил, ребят, я не хочу, не могу, боюсь, у меня семья там. община молилась, возлагала у него руки, будешь ты. Павел говорит о том, что если кто-то добровольно, хорошо. Ну и дальше, собственно, он предъявляет некоторые требования, требования, говоря о том, что здесь по-настоящему важно. И главное, первое, существенное, это то, что это должен быть человек, который в состоянии организовать жизнь ближних, нести ответственность. У него должна быть жена, дети, и он должен управлять собственным домом, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печься о церкви Божьей, заботиться о церкви Божьей. Если ты вот своего дома, где твои все родные, да и за все ты отвечаешь, не можешь привести в порядок, что ты можешь сделать с церковью. Ну, лет через 600-700 после написания этого письма все изменилось, и появился обычай, наоборот, ставить людей принципиально несемейных, отказавшихся от такой ответственности, и не умеющих управлять собственным домом. Павла, конечно, подобная практика шокировала бы, ну, а нас, наоборот, шокирует то, что мы наблюдаем в христианских общинах Павла во времени. я не берусь здесь утверждать, что одно правильно, другое неправильно, боюсь, что это было бы чрезмерным упрощением, но вот надо увидеть все-таки, что для Павла в его время существенно, нужен человек, который может организовать жизнь общины как семьи, который не будет думать о деньгах, не сребролюбив, и не будет требовать, чтобы ему месяц за месяцем зарплату повышали, он не должен быть ни пьяница, там, коротолюбив, и так далее, ну, про пьяницу, наверное, все понятно, можно особо не комментировать. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, странно любив, и так далее. не должен быть из новообращенных. Таким образом, вот что по-настоящему для апостола здесь существенно, ты должен быть человек, умеющий владеть собой, порядочный и в состоянии в свою ответственность включить всех тех, кто входит в его общину. И, следовательно, это становится служение уже в большей, может быть, степени внутри общинное, попечение о христианской жизни всей христианской общины, а не только такая расстрельная должность того, кто подписывает документы при регистрации в Минюсте. Ну, и еще Павел здесь добавляет в 7 стихе, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. То есть, он считает, что вот этот человек, в отличие от всех остальных, видимый извне. Все остальные члены христианской общины могут и не быть известны. списки вообще говоря, не составляются, а если и составляются, то хранятся в глубочайшей тайне, чтобы не приведи бог, не попали в руки полиции римской, ну, или какой-нибудь другой, если это за пределами римской империи происходит. Вот, виден именно вот этот человек, Павел говорит о том, что, ну, окружающие не должны думать о нем ничего предосудительного, он должен иметь доброе свидетельство от внешних. При этом, сам-то Павел ведь считает, что нравственные требования окружающего мира далеко не дотягивают до того, что обязательно для христиан. И, кроме того, иерархия ценностей может быть разной, но все-таки доброе свидетельство от внешних должно быть. Казалось бы, странно, что, собственно, почему так важно мнение этих внешних? нам трудно, наверное, может и вовсе невозможно гадать в данном случае, почему Павел думает так, как он думает, но вот сказанное, тем не менее, вполне однозначно. И дальше в третьей главе апостол говорит в сущности примерно то же самое о служителях, о диаконах. Надо сказать, что церковные историки здесь в каком-то смысле путаются в показаниях, потому что какова структура иерархическая христианских общин того времени совершенно непонятно. К тому же это вообще скорее переходный период между более древней и более новой структурой общин. В любом случае картина трехчастной иерархии, такая пифагорейского типа с числовыми симметриями, она скорее все же характерна для четвертого, пятого веков, времен псевдодионисия и Ариапагита. Здесь, конечно, этого нет. И насколько вообще можно судить, диаконы здесь не имеются в виду как участники иерархии трехчастной или нетрехчастной. Это люди, которые собственно осуществляют служение от лица общины, от имени общины. В первую очередь это забота о бедных, нуждающихся, слабых, заболевших, голодных и так далее. Это управление и распределение собственно пожертвований в соответствии с тем, как решила об этих пожертвованиях христианская община во главе там с пресвитерами и епископами. Сами диалконы при этом не являются пресвитерами, не являются епископами. И кроме того, насколько можно судить, они не имеют прямого отношения к тому, что мы сейчас назвали бы богослужебной жизнью общины. в строгом смысле слова на самом деле богослужебной жизни как таковой там еще вовсе нет. А если есть, то больше напоминает богослужебную жизнь синагоги, плюс характерное только для христиан преломление хлеба. Так или иначе, вот ко всему этому диаконы еще пока в данном контексте не имеют отношения, а требования к ним в общем являются примерно те же самые, хорошо управляющие детьми и домом своим. И жены, конечно, должны быть честны, не клеветницы и так далее. Завершая главу и раздел послания, посвященный церковной структуре и церковной жизни, Павел обращается к Тимофею, говоря, я тебе это пишу коротко, потому что я надеюсь, что я к тебе скоро сам приду, но если не смогу, задержусь, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Весьма вероятно, что в Эфесе перед Тимофеем стояла задача организовать поставление в пресвитеры, направить на дьяконское служение, может быть, на должность блестителей каких-то людей, и может быть, он не описывал этих кандидатов, так сказать, подробно Павлу, да и непонятно, не очевидно, чтобы Павел брал бы на себя выбор, хотя в некоторых местах он действительно поставляет самолично пресвитеры в церковь, кстати, и в том же Эфесе, но в другое время. И вот поэтому, может быть, он дает такие наставления Тимофею, как Тимофею следует осуществить этот выбор в случае, если Павел замедлит прийти. Обращает на себя внимание то, что апостол в конце, в 15-м и, собственно, отчасти в 16-м стихе говорит о христианской общине, называя церковью Бога Живого, собранием Бога Живого, потому что речь идет именно о собрании, о церкви как собрании, дом Божий. Вот что говорит апостол Павел, тем самым давая понять, что Бог, который живет среди словословия Израиля, теперь вот так присутствует в словословии церкви, в том воздевании чистых рук без гнева и сомнения, которые он упоминал в предыдущей главе. Далее апостол предлагает довольно туманное выражение, говоря о том, что церковь Бога Живого столб и утверждение истины. По всей вероятности апостол говорит о том, что вот это словословие христианской общины, словословие, которое возносится в собрании христиан, здесь Бог присутствует и здесь истина Божья становится реальностью человеческой жизни. Вот собственно основной смысл этих высказываний. И заканчивает апостол эту часть послания и эту главу как таковую цитатой судя по всему из ранних христианского гимна он говорит Бог явился во плоти оправдался в духе показал себя ангелом проповедан в народах принят верой в мире вознесся во славе и это другой способ сказать то же самое что было сказано в 15 стихе поэтому так важно это увидеть он говорит Бог явился Бог явился его правота его сила явлена ангелом народом он принят в мире он вознес во славе и вот здесь это его явление во плоти и есть действительно действие его силы и правды и его